МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной постпрограммы Акцент, я ее ведущий. И сегодня мы поговорим о текущем состоянии и о ближайших перспективах Казанского федерального университета с ректором КФУ Ильшатом Афхадчим Гафуровым и с проректором по вопросам экономики и стратегического развития КФУ Маратом Рашидовичем Софиулиным. Спасибо, что нашли время. И если не возражаете, вопрос сразу, вот без раскачки, без долгих вступлений. 8 июня был опубликован обнародован очередной рейтинг глобальных вузов КУЭС, так называемый. И, в общем, он показал, что российские вузы заметно прогрессируют, реализуя программу 5, топ-100, попадание минимум 5 российских вузов в число 100 лучших в мире к 2021 году. Но этот же рейтинг, на мой взгляд, не только на мой взгляд, отметили некоторые специалисты, которые занимаются вузовской тематикой, что вряд ли какому-то российскому вузу, кроме МГУ, реально светит, как принято выражаться, попасть в эту самую заветную сотню лучших вузов в мире. Если это так, или если даже это не так, я хотел бы просто, Исат Равкадыч, услышать ваш комментарий. Может быть, Марат Рашидович, вы здесь что-то уточните потом. Ну, во-первых, добрый вечер всем, кто нас слушает и видит. Я хочу поблагодарить наших зрителей за то, что они с интересом всегда относятся к нашим программам и ко всему тому, что сегодня происходит в стенах нашего Казанского федерального университета. Участие в проекте 5, топ-100 и позиционирование в глобальном образовательном пространстве для нас достаточно важной как бы стратегические задачи по одной причине, что мы начали узнавать, где же мы в мире находимся, как в области научных исследований, так и в образовательном сегменте, насколько мы конкурентно способны. Ведь до этого мы жили и были похожи на людей, которые смотрят в зеркало и говорят, какой же я красивый, какой же я умный и как же я хорошо развиваюсь. Все дается в сравнении с теми конкурентами, которые, в принципе, мы имеем сегодня в мировом пространстве. Если говорить об университетах первой сотни и о тех университетах, с кем мы конкурируем в пространстве внутри страны, то должен сказать, мы ведь называемся только университетами, хотя мы все разные. Есть специфические университеты, которые стали университетами новейшей истории нашей страны, а до этого это были профильные вузы, такие как МФТИ, Бауманка, МИФИ. Они были ориентированы на ту или иную отрасль. Даже Новосибирский университет, нельзя сказать, что это классический университет, это стандарты понимания, которые мы сегодня имеем. На самом деле, все университеты, которые были отобраны и попали в первую программу, проекта 5 ТОП-100, они достаточно неплохо продвигаются сегодня в международных глобальных рейтингах, как КОЭС, так и ТАЙМС. И вот те результаты, которые вы озвучили, они нас, конечно же, радуют, хотя в какой-то степени мы понимали, что мы продвигаемся, поскольку впервые в этом году по результатам, точнее, прошлого года, в этом году подводятся только результаты, а это результаты, по сути, 2016 года и накопительные результаты, мы впервые попали в предметные рейтинги, сразу в 8 предметных рейтингах и заняли там неплохие, в общем-то, позиции. Это говорит, прежде всего, о том, что стратегии, которые мы приняли все вместе в университете и долго ее обсуждали на различных площадках, на уровне кафедр и институтов, потом итоговое решение принималось по результатам дискуссии на дирекции по реализации данной программы, показали, что мы, в принципе, выбрали правильные приоритеты и сфокусировали наши ресурсы на этих приоритетах тоже правильно. Хотя в разное время нас, как внутри университета, так в особенности за его стенами, достаточно часто критиковали, что мы какие-то направления закрываем, а на каких-то направлениях особо концентрируем собственное внимание и самые главные ресурсы, как интеллектуальные, так и, соответственно, материальные. Если отвечать напрямую на ваш последний вопрос, попадут ли какие-то российские вузы в сотню в 2020 году, то, конечно, здесь давать прямой прогноз дела неблагоприятные, так же, как сегодня невозможно дать прогноз погодой, что происходит у нас сегодня. К сожалению. Хотя уже давно лето на календаре, но мы видим, как погода часто меняется. Да-да-да. Но должен сказать лишь одно, что продвижение особо федеральных университетов особо радует, потому что каждый федеральный университет поменял свое название. Это первое. Второе. Агентство все-таки подводит итог пятилетней работы. Там накопительный принцип имеется. И вот программа начала реализовываться. Официально, конечно, было заявлено в 2013 году, а реально начала де-факто реализовываться в 2014 году. То есть, смотрите, 2014, 2015, 2016 год. Вот за эти три года, по сути, Казанский федеральный университет с позицией 650-600-650 продвинулся на позицию 400-450. То есть, примерно, ну, на 200 позиций. Впереди еще у нас 2017 год, 2018 год, 2019 год, 2020 год, а итог будет подтвердиться в 2021 году. То есть, по сути, еще впереди 4 года. Хотя, конечно же, мы понимаем, что в период кризиса, который испытывает наша страна, и в период колоссального недофинансирования по меркам наших партнерских университетов, наших направлений, двигаться с каждым годом становится тяжелее. По одной простой причине, что чем ближе ты продвигаешься к первой сотне, тем сложнее двигаться. Вот пример Московского университета и Санкт-Петербургского университета показывает, что там они продвигаются на 3, на 4, на 5 позиций, и потом опять отходят. И в этом году Московский 95 место занял, что нас очень радует. У них нет эффекта низкой базы, в отличие от многих других. Но даже, понимаете, не только эффект низкой базы, а по сути, Казанский университет с 2010 по 2013 год, и тот университет, который был до 2010 года, это совершенно разные учебные научные заведения. Казанский госуниверситет и Казанский федеральный, это совершенно разные истории. И что радует нас, что мы и только Новосибирский госуниверситет вернули позиции, а даже позиции стали лучше, чем 10-15 лет назад. Когда впервые, значит, наши российские вузы начали участвовать в международных глобальных рейтингах. Все зависит от того, насколько мы сумеем преодолеть те барьеры, которые есть как внутри университета, так и за его пределами, поскольку все время хотят, чтобы мы взяли на себя дополнительные какие-то функции. Наверное, это и правильно с точки зрения интересов экономики территории, где мы находимся. Но, с другой стороны, не всегда эти интересы совпадают с интересами проекта. Я имею в виду по глобальной конкуренции. Мы должны сбалансировать интересы территории, точнее, Республики Татарстан, Российской Федерации, где мы находимся, и при этом соответствовать стандартам международного уровня. В этой балансировке ведь далеко не все зависит от руководства университета и даже от руководства Минобразной науки Российской Федерации, насколько я понимаю. Естественно, возникает вопрос, насколько заинтересованы власти Республики, в данном случае мы же говорим о Казанском Федеральном Университете, в том, чтобы и интересы Татарстана соблюсти, и не затруднить продвижение КФУ в эту самую заветную сотню лучших вузов мира. Ну, я думаю, у руководства Татарстана тоже есть большой интерес. Несомненно, в том, чтобы Казанский Федеральный Университет продвигался в международных рейтингах, ибо не только позиционируется университет как таковой, но и улучшаются позиции, конкурентные позиции Республики. Это говорит и об улучшении инвестиционного климата, поскольку территории, где существуют вузы, которые отслеживаются глобальными рейтинговыми агентствами, они более конкурентно способны и более привлекательны для приезда студентов, для приезда научных сотрудников на эту территорию, и, соответственно, бизнес тоже смотрит, насколько территория обеспечена трудовыми высококвалифицированными кадрами. Вот здесь есть очень интересная динамика. Может быть, Марат Рашидович, вы прояснили. Я хотел попробовать ответить. Еще раз большое спасибо за приглашение. Очень серьезный, интересный вопрос вы задали. Но вот в целом, да, в общем рейтинге двигаться очень тяжело. Но в предметном-то рейтинге, если посмотреть, разница с топ-100 уже не так катастрофична, как казалось. Буквально 2-3 примера. Ну зачем? Вот если взять лингвистика, то есть если в прошлые разы мы где-то были 150-200, то сейчас 100-150, то есть это практически уже, можно сказать, что мы в топовой позиции. Точно так же там археология очень быстро поступает. Та же самая, вот любимая вами, это журналистика. Они уже во второй... Я медицину тоже люблю. Да. И английский язык и литература. То есть вот, и более того, и в физике, и в химии у нас тоже там есть поступательное движение. То есть, и, как вы знаете, то есть вот изначально президентом же ставил задача о том, чтобы войти вот в общий интегральный мировой рейтинг. Да. А потом, учитывая вот задачи, и вы знаете, ведь здесь очень важное ограничение ресурсное. То есть, если ты работаешь глобально, это означает, что ты должен привлекать лучших специалистов из-за рубежа, но и платить, и обеспечивать их соответствующими ресурсами, соответствующей инфраструктурой. И, к сожалению, то есть вот, то финансирование, которое есть, аналогичные программы есть и в Европе, в Германии, и в Китае, и номер у нее практически такой же, как и у нас показывает, что для того, чтобы достичь этих результатов, возможно. Но при этом уровень финансирования должен быть соразмерен с теми вузами, которые входят в топ-100. Вот по поручению Ильича Травкадча мы делали соответствующий анализ. И у нас получается... На порядок. Да, совершенно верно. То есть, мы же конкурируем за тех же людей, за тех же преподавателей, за тех же исследователей. И, то есть, если они хотят работать здесь, то есть, должна быть соответствующая и инфраструктура, и оборудование, и так далее. И это означает, что, ну, вот некоторые бюджетные правила нужно пересмотреть. Это пожелание к министру Силуану, как я понимаю, к Минфину Российской Федерации. Нет, это, знаете, потом возникает такое очень интересное, как в сказке. Помните, дает эту шкуру и говорит, вот из шеи из нее шкура на одну шапку, а из нее надо сшить семь шапок. Ну, да, есть еще поговорка про Тришкин-Кафтан тоже подходит в этой ситуации. Ну, вот Ильчат Равхат сейчас о чем сказал, сейчас я просто хотел бы сделать небольшой акцент, тем более, коли уж программа так называется, что, ну, и вы подтвердили, это очевидно, да, что от того, как вот будут позиционироваться наши вузы, Татарстанский университет, может быть, в первую очередь, федеральный, зависит, собственно говоря, и восприятие, и инвестиционный климат в самой республике, правда ведь? Но, если посмотреть на рейтинги Татарстана по позициям, вот, по показателям инвестиционной привлекательности, то он уже несколько лет Татарстан признается лучшим. А если посмотреть на долю, на удельный вес расходов республиканского и консолидированного бюджета на вузовское образование... нужно смотреть Россию. Нет, 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 но мы же пока о Татарстане говорили. Вопрос-то ведь был Кальшат Равкатовичу, а насколько вот республиканские власти прилагают усилия для того, чтобы сбалансировать эту ситуацию, чтобы и не затруднить прохождение в топ-100 и в то же время учесть интересы республики. И, по-моему, вот на том же совещании, которое, по-моему, 6 июня состоялось, 5 июня, состоялось. С 15-го года впервые, по-моему, собрался совет при президенте республики Татарстан по... Это вообще за всю историю Татарстана первое. Первое, да. Но он в 15-м, я хочу сказать, создан, совет этот. Но вот первое заседание состоялось. И на этом заседании я для тех телезрителей, которые, возможно, как-то это пропустили, оно получилось довольно резонансным. И, как написало одно популярное издание, ректор КФУ стер в порошок систему вузовского образования или вузовской подготовки или взаимодействия между вузами и промышленными предприятиями. Ну, я не знаю насчет порошка, это может быть перевлечение журналистское, но, тем не менее, Илья Тавкадович, вы можете пояснить, что, собственно говоря, так резко не устраивает вас, как председателя Совета ректоров вузов Татарстана и как ректора КФУ вот во взаимоотношениях внутри нашей республики, касающихся вузовского образования и исследований. Вот вы знаете, мы начали говорить об инвестиционной привлекательности нашей республики, на самом деле, уже несколько лет подряд в масштабе Российской Федерации и Республики признаются как один из самых инновационных регионов Российской Федерации. Но слово инновационной и инвестиционной привлекательности, конечно, нельзя в полном объеме отрадиствовать. Это с одной стороны. С другой стороны, если вернуться к тому совещанию, то оно не первое, которое было посвящено системе взаимоотношений между предприятиями индустрии нашей и образовательными учреждениями, но оно первое проходило в формате совета по науке и образованию при президенте нашей республики Растам Норгалевич. Разговор шел о развитии наших университетов, о их позиционировании внутри нашей страны, так и за рубежом, и о тех критериях, оценочных, по которым определяются качества образования и научных исследований. Мы говорили и взяли за основу как раз те параметры, которые учитываются международными глобальными рейтинговыми агентствами. И вот, исходя из этих параметров, за исключением Федерального Казанского университета, ни один вуз Татарстана, хотя мы еще имеем два национально-исследовательских университета, даже не рассматривается близко там в позициях 700-800 международных рейтингов. Это говорит о том, что наш город, столица республики Казань, не рассматривается как в мире, как центр притяжения для студентов и научных исследователей. Я хочу сказать, если мы говорим о инновационной привлекательности нашей республики, то нужно сказать, какие предприятия будут развиваться на нашей территории, откуда будут браться кадры для этих предприятий. Все время рассматривать наши вузы как учебные заведения, которые должны кому-то для кого-то готовить, конечно, можно. Вот я участвую в аналогичных разговорах с 1995 года, я с 1998 года, прошлого века, правда уже, в качестве главы администрации, особенно в процессе создания особой экономической зоны на Елабуге это были очень актуальные темы. И все время говорят, что мы готовим не тех, не с тем качеством, не той компетенции студентов. А эта вещь заложена в системе самой подготовки, когда достаточно динамично меняется экономика. Когда возникает совершенно, может быть, неожиданно, не спрогнозировано новые специальности, новые востребованные рабочие места. И в этом случае вузы, которые по наитию достаточно консервативны. У нас система подготовки специалистов, она так построена, что вначале мы должны лицензировать те или иные программы, потом получить соответствующую аккредитацию. Причем, обратите внимание, мы аккредитацию можем получить только после первого выпуска. То есть, уже 4-5 лет прошло. 4, если это бакалуриат, 5, если специалитет. А за это время эти специальности могут быть уже невостребованными. Когда достаточно бурно все развивается, нужно либо с одной стороны предвидеть, что будет происходить, что тоже не очень просто, либо работать так, как работают многие ведущие вузы, то есть, они сами формируют будущие рабочие места. То есть, они являются генераторами не только идей, но, соответственно, людей, которые эти идеи потом будут внедрять в жизнь. И рабочих мест. Но это университеты 3.0. Вот мы как раз на этом совете говорили о модели университетов. То есть, 1.0 это когда университет работает просто как высшая школа, образовательное учреждение, которое готовит специалистов, как бы по нужным специальностям. Но это говорит о том, что эти нужные специальности не так часто меняются. То есть, есть стабильное развитие экономики, прогнозируемые, плановые системы. Это было все неплохо. Поэтому, говорят, в советский период времени, когда была плановая система, все работало хорошо. В этом случае научные исследования в основном производились в академических институтах, в исследовательских центрах и так далее. Они не были в полном объеме в формате университетов. Хотя они там присутствовали в ведущих университетах, но это не было основным видом деятельности университетов, которые, еще раз хочу обратить ваше внимание, рассматривались как чисто образовательные учреждения. Дальше появился формат 2.0. Об этом стране начали говорить совсем недавно. Когда говорили, что надо в университетах, чтобы были размещены научные исследования в мировом уровне и так далее. Помните, когда стал вопрос перемещения с академических институтов на площадку университетов научных исследований, и были специально разработанные программы, федеральные целевые программы, которые этому способствовали. Исходили из-за того, что хорошее образование может быть только там, где есть хорошее научное исследование. Что все, что можно, уже напечатано, есть интернет, можно все узнать. А вот то, что ты буквально вчера разработал, ноу-хау какое-то открытие сделал, ты это сразу можешь трансфировать студенту. Дальше пошел формат университетов 3.0. Одно дело трансфировать университет студенту, который обучается в его стенах, совершенно другое, когда эти программы, в том числе образовательные, трансфируются на уже работников предприятий, осуществляя их переподготовку, дополнительное образование. Другое дело, когда осуществляется трансфер технологии, идет коммерсализация научных исследований, но для этого нужна соответствующая инфраструктура. Мы говорили, это должны быть технопарки при университетах, бизнес, то есть никто еще не отменил хорошую инфраструктуру как одно из конкурентных преимуществ. Вот мы же живем в городе, если нет дорог, если нет освещения, если нет соответствующей инфраструктуры театров, кинотеатров, развлекательных учреждений, спортивных сооружений, то этот город не привлекательный. То же самое университет. У меня должна быть соответствующая научная инфраструктура, инфраструктура для проведения занятий, в том числе инфраструктура для трансфера технологий. Не будет технологий, и об этом можно 10-20 раз говорить, но от этого ничего не поменяется. Поэтому мы говорили, что университеты 3.0 могут быть только там, где есть научные исследования. То есть, он базируется на университете 2.0. Не бывает так, чтобы с университета чисто образовательного перескочили без научных исследований, инновационный университет предпринимательский не ставили. Поэтому если посмотрите нашу дорожную карту, которая была разработана еще в 2011 году, то у нас конечной целью как раз стоит превращение рано или поздно нашего университета в научно-исследовательский предпринимательский университет. Мы, конечно, тогда не говорили о моделях 1.0, 2.0, 3.0, но за это нас тоже критиковали. Говорили, вот новая команда во главе с ректором хочет, чтобы мы все стали предпринимателями. Это далеко не так. Разговор идет о том, что если мы хотим соответствовать по бюджету нашим международным партнером, то мы должны в тех условиях, в которых мы находимся, и не надеяться только на бюджет государства, но мы должны научиться коммерсаризировать свои разработки, в том числе образовательные программы, в том числе исследовательские результаты наших исследований. чекотливый момент. Марат Рашидович, вы как погруженный в экономику человек, хотя я не могу сказать, что Ишат Равхатович не погружен, но тем не менее у вас по должностным обязанностям вы за экономическое и стратегическое развитие отвечаете. Вот сам тот факт, что ну как ни крути, а программа 5 топ 100 она завершается, мы же должны немножко заглядывать больше, чем на 2-3 года вперед, и соответственно по всей видимости заканчивается финансирование бюджетное вот в рамках этого проекта. Означает ли это, что я задаю этот вопрос нарочно-то упрощенно, для сотрудников университета, для преподавателей, для студентов, я думаю, они бы так и спросили, означает ли это, что у университета будет существенно меньше денег и возможностей повышать зарплаты или поддерживать текущий уровень и закупать оборудование, расходные материалы и так далее. С экономической точки зрения, что означает вот тот факт, что, ну как ни крути, а проект 5 топ 100 на выходе, на стадии завершения? Большое спасибо, но это интересует не только преподавателей, всех участников этого процесса очень это интересует, но хочу сказать все-таки о позитивном, понимаете, вот Илья Шатровкадж говорил, в 16-м году была всесторонняя оценка этой программы и не случайно в результате родился приоритетный проект, то есть, если раньше фактически каждый год правительство утверждало финансирование, утверждало бюджет и всех это очень сильно лихорадит, но вы представьте, что мы разрабатываем долгосрочные планы, строим лаборатории и при этом вынуждены на каждый год только заключать контракты, потому что каждое новое финансирование мы должны получить в виде конкурса, защитив эту новую дорожную карту и у нас все лето и вся зима уходила на все эти подготовительные мероприятия. И деньги на текущий год начинали поступать в лучшем случае в четвертом квартале. Они начинали поступать все-таки вы знаете это особенности нашей страны два факта то есть во-первых из-за того что этот фактически вот постановление 211 правительства это переросло в приоритетный проект говорит о том что роль и статус этой программы все-таки осознан и он оказывает очень серьезное оздоравливающее влияние на конкурентоспособность российского образования то есть этот пилот где опрабатываются лучшие практики лучшие технологии и где продвигается российское образование наука мы сейчас говорим о каком пилоте о проекте 5 топ 100 5 топ 100 совершенно верно то есть это уже никто не говорит то есть статистика показывает что да им они получили дополнительное финансирование но при этом показатели роста они в в несколько раз в целом публикационная активность у всех выросла в 2,5 раза это один из показателей один из важных это узнаваемость академической репутации и так далее и вот если вы внимательно посмотрели я все-таки говорю про приоритетный национальный проект да итоги будут подводиться где-то в 20 или вот Ильша Травкатич говорит в 21-е годы потому что там результат но приоритетный проект он так и построен что в том случае если будут достигнуты основные результаты и это вот окажет то макроэкономическое народно-хозяйственное и самое главное образовательное воздействие на всю среду то есть он будет продолжен ну более того должен сказать что сегодня уже обсуждаются вопросы продления до 2025 года вот поскольку на сегодняшний день та динамика с которой развиваются университеты участники этого проекта она достаточно позитивная и вот Марат Рашевич в одном из своих вот тезисов только что сказал что если посмотреть какова результативность данной программы на один вложенный рубль то мы самые эффективные среди всех партнеров это первое второе среди федеральных университетов имеется нет я имею ввиду среди мировых университетов не только федеральных то есть среди мировых такой рост обеспечивается с таким финансированием совершенно верно то есть у нас в этой части лидирующая позиция то есть никто не может с такими ресурсами обеспечить такой рост ни Стэнфорд ни Массачусетский технологический университет у них просто бюджеты у них эндаументы другие у них во-первых очень большие бюджеты с другой стороны они работают в достаточно спокойном режиме мы же работаем по такому очень интенсивному принципу работы поэтому все что мы делаем достаточно и мы это осознаем достаточно но вызывает большое напряжение в коллективе но когда мы вступали в этот проект на ученом совете ведь мы неоднократно обсуждали и я задавал вопрос каждому руководителю структурного подразделения директорам институтов значит декану факультета нашим заведующим лаборатории крупных пойдем мы в этот проект или нет все сказали пойдем поскольку мы совсем мы по-другому стали чувствовать свою работу мы стали получать хорошие бонусы это то же самое участвовать в проекте спортивном допустим но не побеждать да то есть само участие это тоже очень важно но это не результативно мы стали понимать и нащупывали те приоритеты которые будут востребованы вот вы задали вопрос значит об окончании данного пилотного проекта он все равно когда-нибудь закончится в 20-м году в 25-м году чуть пораньше больше денег будет меньше денег но мы должны создать такую структуру которая может генерировать ресурсы и зарабатывать ресурсы для опять своего же развития часто спорят какой должен быть баланс между прикладными и фундаментальными науками сегодня этот разрыв он минимальный потому что все что мы делаем рано или поздно должно быть востребовано либо обществом целиком если это касается всех тех глобальных вызовов которые существуют в обществе либо конкретными отраслями либо конкретными предприятиями хотел добавить как раз вот насчет что будет дальше когда мы начинали программу у нас на рубль привлеченного финансирования рубль то есть это стояла задача привлечь в небюджетное финансирование уже сейчас за три года ситуация поменялась на рубль вложений из программы конкурентоспособности софинансирование из внешних источников сейчас составляет два рубля и вот если взять мировую практику то есть если мы дойдем к один к трем то в принципе мы будем способны уже к саморазвитию о чем говорил Эльшат Равкадыч насколько легко достижима эта цель на рубль госфинансирование дать три рубля прироста за счет собственных источников и за счет привлеченных источников ну за счет привлеченных но это может быть я неправильно понимаю хоздоговорная как раньше говорили работа то есть мы выполняем какие-то проекты нам их оплачивают результаты и соответственно это наш источник но если я правильно понимаю у КФУ и сегодня ведь доля вот этих собственноручно скажем так заработана большая ВУЗов вот если взять все кто участвует в этой программе у нас доля программы конкурентоспособности в общем бюджете составляет всего 11% вот как да то есть если надо даже так сказать по большому счету мы не так сильно финансово зависимы от нее ну прекрасно но в то же время участие в этой программе еще раз говорю она дает возможность нам быть в тренде развития мирового образовательного научного исследовательского пространства Ильф Петрович у меня еще один вы уж меня видите вопрос шкурный да не каверзный я вот все думаю об этом проекте ВУЗы как центры или источник инноваций а эта программа этот проект он сопрягается с проектом 5 топ 100 это первая часть вопроса и вторая часть вопроса если мы входим по каким-то параметрам по большинству по основным параметрам то есть мы участвуем в реализации этого проекта мы пытаемся ведь себя позиционировать я веду казанский федеральный университет как центр инноваций шкурность вопроса заключается в том он нам что-то даст в материальном плане или дает может быть уже все дает вот все финансирование которое мы получаем по программе конкурентоспособности оно прошито с точки зрения финансирования в этом приоритетном проекте то есть это один бюджетный источник одна статья совершенно верно совершенно верно и там все кипяи которые вот ну все у всех набили оскомину они прямо сейчас прошиты но в дополнение к ним сейчас вот здесь надо сказать что у Ильша Травкача был дар предвидения вот по центру он по-моему и сохранился почему был нет я имею ввиду сейчас мы получаем этот результат совершенно верно и сейчас уже вот те площадки трансфера они напрямую прошиты то есть будут поддерживаться те университеты также через этот приоритетный проект региональные республиканские технопарки бизнес инкубаторы инжиниринговые центры это вот то что вот ну скажем вот где-то понуждая сейчас это создается у нас по каждому по каждой стратегической академической единице по каждому приоритетному направлению вот Илья Травкач вы говорили когда раскладывали вот эту вот градацию университет 1.0 университет 2.0 университет 3.0 я честно скажу я немножко запутался тут да может быть не уследил за ходом мысли но я опять в примитивную плоскость переведу все это хозяйство понятно что уже сегодня КФУ и чем дальше тем больше будет таким это вот научно-исследовательский центр который готовит специалистов высшей квалификации именно так да первое приоритет это научное исследование изыскательская работа и в связи с этим и на этой базе мы готовим по идее должны готовить все более перспективных специалистов для как принято было говорить в советские времена народного хозяйства и вот бизнес инкубатор вы сказали да Марат Рашидович и вы об этом тоже упоминали там трансфер центры трансфер технологий это означает попросту говоря что на некоторых предприятиях наиболее продвинутых перспективных предприятиях промышленного сектора скажем там ну неважно биотехнологического сектора должны открыться что кафедры университета нет вы знаете вот чем отличается университет 3.0 от того что вы сказали значит мы все время говорим мы готовим специалистов высокой квалификации для каких-то предприятий вот мы готовим не для каких предприятий 3.0 да то есть мы готовим специалистов для будущих предприятий не для тех которые сегодня существуют новый бизнес мы готовим специалистов способных инициировать новые рабочие места новые бизнесы то что будет востребовано обществом это прекрасно совершенно это вдохновляющая перспектива маленькое уточнение а мы ну или вы или вы мы представляем сами вообще что вот какие-то предприятия будут там через 5 лет какие отрасли экономики какие навыки skills так называемые да как сейчас модно говорить все же английский учат вот будут востребованы ну я знаю что вы тоже усиленно занимаетесь английским языком это это тоже хорошая черта я считаю мы сами это знаем что будет через 5 лет вот сейчас много говорят там о том что вот уже и транспорт будет общественный не только общественный без водителей но это вот что-то представляем что что отпадет скажем профессия бухгалтера что страшно для меня отпадет профессия журналиста новостника новости будут сочинять агрегаторы какие-то компьютеры сейчас сочиняют насколько мы представляем будущее и какое будущее горизонт 5 лет 10 лет 15 лет вы знаете если бы мы все представляли это примерно так же как делается научное открытие если бы все знали когда произойдет какое-то научное открытие было бы все очень просто дело в том что люди могут чувствовать что-то могут предсказывать но насколько эти предсказания реализуются никто не ответит вот когда мы были детьми мы читали много фантастики да как бы и нам казалось что это никогда не сбудется мы с трепетом ожидали перехода там нулевые 2000-е годы нам говорили что там все уже будет роботизировано и так далее конечно что-то сбылось что-то не осуществилось никто не думал что так бурно варьется в нашу жизнь интернет и мы все сегодня все больше и больше будем жить в виртуальном мире поэтому в том-то и заключается что обязательно университеты где будут формироваться будут формироваться специалисты которые будут способны генерировать новые рабочие места там обязательно должны быть научные исследования и вы знаете в полном масштабе наверное мало кто вам скажет что он может все предвидеть хотя сегодня прогнозируется какие рабочие как бы профессии будут востребованы и так далее поэтому я немножко отклонюсь как раз в связи с этим мы в качестве обязательного предмета в нашем IT-лице ввели вместе с изучением наших классиков дополнительные задания изучения фантастики и определения возможности реализации этих фантастических проектов я попробую ответить на ваш вопрос трудно прогнозировать каким будет я напомню если мы говорим о том что мы готовим значит мы кого-то готовим но мы знаем какими компетенциями какими навыками должны обладать эти люди вот что мы делаем какое-то направление подготовки можем назвать в связи с этим что сейчас в университете происходит чтобы сказать вот например в ИТИС вот готовят уже таких специалистов которые что или это невозможно сказать даже зачем вот смотрите то есть вот ИТИС вы взяли очень хороший пример и там есть некоторые зачатки вот университета 3.0 о которых говорил Ильша Травкадыч там не только если мы раньше хвалились на четвертом курсе начинают студенты работать к тому же с первого со второго курса практически все студенты вовлечены то есть они или работают в компании либо у них какой-то свой проект они делают свои программы пытаются их продвигать они какие-то коммерческие какие-то некоммерческие какие-то успешные есть очень успешные эти вещи вот это что это задача тогда вот вы посмотрите когда-то несколько лет назад да зарождение ребенка по правилам ЭКО было практически фантастикой да сегодня все это уже в нашей реальной жизни это стало индустрией то же самое выращивание органов искусственных рано или поздно это станет индустрией сегодня для того чтобы пересадить почки люди ждут да мы прекрасно понимаем что часто в качестве доноров выступают люди которые попали в те или иные аварии заболели там срочно умерли и так далее то же самое по пересадке сердца и так далее поэтому это тоже одно из направлений которые сегодня в университете в общем-то пример очень хороший Александр Равкадыч извините что я вклиниваюсь но вот давайте разовьем ваш пример мы можем сегодня сказать что вот как раз в институте фундаментальной медицины и биологии готовят специалистов которые извините за тавтологию готовы работать в условиях развития на прикладном уровне этой самой фундаментальной медицины то есть готовы к конвейеру я не знаю воспроизводства искусственных органов их трансплантации они сегодня в научном плане в этом направлении уже работают работают вот я просто хотел это уточнить и вот Марат Рашидович когда отвечал конкретизировал он меня вольно или невольно но очень искусно подвел к теме от которой мы немножко отошли вот на одном из совещаний ну на последнем по времени совещании на котором рассматривал взаимодействие вузов и экономики республики Рустам Миниханов ну так довольно критично отозвался вернее задал такой вопрос представителю Казанского федерального университета а что это вы там затеяли что это еще за второй диплом по предпринимательству нельзя ли прояснить что же это такое и с чем это едят вы знаете этот разговор как бы выплеснулся из того как данный момент представила одна из наших онлайн там газет в частности бизнес онлайн он и всегда и когда я даю интервью вытаскивают какие-то вещи и ставят их на первый план хотя это было сказано в третьей четвертой позиции значит президент нашей республики подводил итоги этого совещания и в общем-то сделал критические замечания в адрес и двух национальных исследовательских институтов университетов в частности вопросы касались инженерировых центров об их загрузке об эффективности их работы и так далее значит было выступление в качестве основного генерального директора КАМАЗа и нашего проректора Артемьева Андрея Вячеславовича в качестве примера Андрей Вячеславович сказал что мы вот одновременно независимо от того по каким направлениям готовятся специалисты в каких предметных областях ну я условно говорю физики химики биологи медики они должны знать основу предпринимательства для того чтобы выйти из за стены университета они могли они могли начать свой бизнес до этого мы их должны готовить когда они обучаются уже в стенах университета я думаю я не был участником этого совещания но я думаю что Андрей Вячеславович просто не сконцентрировал на этом внимание руководство республики сказал как бы это между прочим и поэтому президент выступления сказал что надо бы один диплом хороший дать чем второй то есть мы же говорим о том что мы не только студентов обучающихся в институте экономики управления и финансов готовим быть предпринимателями но и всех студентов обучающихся в университете точнее всем мы будем предлагать дополнительно эти программы разговор не идет о выдаче второго полноценного диплома разговор идет о выдаче соответствующего сертификата которые являются документом оценочного характера то есть он говорит о том что этот человек прошел курсы основы предпринимательства основа особенностей технологического предпринимательства чтобы он знал и на байнатийном уровне и на практическом уровне как создаются предприятия какие формы бывают какое налогообложение бывает ведь вопросы связанные с инновационностью того или иного университета часто связывают сколько вокруг него малых инновационных предприятий так называемых МИПов мне кажется это ошибочно с точки зрения поскольку во первых у нас законодательная база не способствует развитию малых инновационных предприятий по одной простой причине если бы это было все хорошо то их бы было много мы уже 10 лет целый малый бизнес бы развивался а здесь тем более основным как бы фактором оценки университета да и студента является его качество обучения то есть насколько он учится он приходит в университет обучаться а не создавать там малые предприятия и так далее вот когда он закончит университет он должен быть способен адаптироваться к той внешней среде которая его ждет за стенами университета либо он пойдет наемным работником и будет работать как вы сказали в каких-то высокотехнологических бизнес структурах либо он создаст свое предприятие но чтобы создать свое предприятие он должен знать свой предмет если он физик или геолог или медик и уметь свои знания комиссаризировать он уметь должен зарегистрировать компанию привлечь деньги знать какие венчурные фонды сегодня есть вообще какие механизмы кредитования поддержки имеются сегодня вот всему этому мы будем обучать но а как дальше молодой человек использует свои знания и компетенции как сейчас это зависит от него от его желаний может он вообще не хочет заниматься бизнесом придет в госструктуру и будет там работать это его право и его выбор я не знаю может быть вам попадалось на глаза я давно уже это было вычитал в свое время в какой-то умной книге каком-то исследовании что на самом деле вне зависимости от континентов стран ну процента 4 население взрослого имеет склонность и имеет задатки для того чтобы стать предпринимателем чтобы открыть там какое-то свое дело развивать то есть обладать соответствующими навыками как я понял из того что вот Илья Травкатов сейчас рассказал вот вы приводили пример с студентами и ТИС которые там уже на первом на втором курсе что-то пытаются там копожатся какие-то стартапы там затевают или или как сейчас не замучить ли нам стартап как молодежь говорит так вот если я правильно понял то о чем говорил Илья Травкатов значит получается что какой-то части ну в данном случае наверное не какой-то части а студентам что приходят люди в ИТИС например преподаватель с юрфака приходят с института экономики да и финансов и вот эти вот какие-то знания им дают я правильно понял а надо ли это всем может быть предварительно отсев какой-то делать вы знаете я тоже скажу я сторонник концепции того что ВУЗ это вот общественное благо и его задача готовить успешных людей это те которые смогут реализовать свой жизненный план свой жизненный проект он может быть разным у кого-то может быть это предприятие и так далее но вот мир сейчас такой что у человека должна быть эта компетенция и должна быть эта возможность и поэтому вот Ильша Травкатч сделал очень важное это решение в том чтобы вне зависимости от специальности направления подготовки обязательно курс это читал со основы предпринимательства чтобы люди знали что это какие организационные правовые формы что для этого нужно какие есть основные сложности и конечно то есть вот сейчас мы работаем над тем чтобы адаптировать чтобы для естественно научного блока кто больше скажем так вот реально близок к инновациям к индустриальным это вещам чтобы им читался более специализированные прикладные вещи и вы правы там есть некоторые вещи которые связаны с чутьем и с удачей и поэтому для того чтобы этот был проект удачный вот с одним из наших выпускников наших студентов наших преподавателей Булатовым Айдаром есть специальный проект фабрика предпринимательства где нашим же студентам в наших же аудиториях лучшие наши ну скажем цвет нашего студенчества который уже достиг в этом результате определенных результатов рассказывает за счет чего как они добились делиться этим опытом и потом не только это уходит вот ну скажем это повисает в воздухе тот кто хочет что-то создать то есть они создают какие-то команды проекты и пытаются их реализовать и вот наш президент если не ошибаюсь это месяц был вы имеете ввиду Рустаму Ноглевичу Мениханову да совершенно верно он в институте экономики и финансов он подводил итоги этого конкурса и были поддержаны и вот студенты за неполный год подготовили весьма любопытные проекты кстати про успешных людей недавно одна из компаний тоже ну у нас сейчас много разных рейтингов да и вот был рейтинг по успешности выпускников мы там стоим и занимаем достаточно хорошие позиции даже экспертра по-моему даже выше высшей школы экономики правда когда мы всегда уходим вперед все говорят конечно у вас такая длинная история когда история она может работать как плюс так и минус нет ну там же по-моему конкретный параметр по уровню заработков при чем тут история нет знаете там очень хороший показатель который сработал на нас это количество выпускников работающих в крупных компаниях да 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 госструктуру совершенно верно но это говорит о том что если наши выпускники хорошо трудоустраиваются и занимают топовые позиции и формируют политику да топовые позиции во властных структурах и бизнес крупных структурах это говорит о том что университет выпускает хороших специалистов но нет же никаких вот два примера Москва значит министр информатизации вице-мэр города Москвы но я же не говорю что в Татарстане практически 90% правительства во главе с председателем правительства мэр Казани генеральный директор КАМАЗа пороховой завод поэтому о чем говорить это говорит как бы не критиковали нас но не бывает же так что все было плохо а вот люди стали такими великими это мне очень понравилось на одном из академий вот который проводит у нас в горнолыжке было высказывание господина Шувалова когда он сказал надо помнить всегда о вузе выпускником которого ты являешься и помнить что все что ты имеешь сегодня огромные доли это вложено тебе именно вузом даже не столько школой поскольку в школе ты еще там на старте развития только находишься поэтому у нас есть за что критиковать у нас есть успехи есть проекты которые не особо давались это мы живой организм конечно мы живой организм который не боится экспериментировать развивается и достаточно динамично развивается один вопрос что называется вот о длительных перспективах некоторое время назад в этой же студии у меня гостем был Марат Миратович Юсупов вы прекрасно знаете его насколько я понимаю если бы не ваша личная инициатива этот человек из Страсбурга в Казани бы вообще тут ничего не открывал но тем не менее состоялось случилось он еще член нашего международного научного совета я знаю да и почетный доктор и член международного совета КФУ и вот он занимается проблемой рибосомы это очень серьезная такая большая очень работа и мы с ним разговаривали и он сказал одну на мой взгляд совершенно правильную вещь но он человек деликатный поэтому он и сформулировал все очень дипломатично но он сказал примерно так что я ему задал вопрос отвечая на него он сказал что ну вот большие перспективы реальные да вот скажем университета Казанского вот они будут определяться тем насколько хватит терпения и времени и материальных ресурсов у руководства университета выбранные направления или конкретные какие-то исследования поддерживать холить лелеять развивать ну и когда мы стали уточнять применительно к его лаборатории значит у него там исследования базируются на трех позициях в КФУ пока существует одна ЕМР развитая электронный микроскоп Москва третья позиция я сейчас даже не упомню то что они делают в Страсбурге да вот на этом примере но потом я стал уточнять уже после телеинтервью с ним и мне значит люди специалисты говорят ну ты знаешь он прав конечно ну ты представляешь сколько десятков миллионов долларов стоит вот то чтобы привезти сюда и в этой лаборатории поставить то же самое что например есть у него в Страсбурге хватит ли терпения хватит ли ресурсов где их взять для того чтобы вот мы могли бы сказать там через 15-20 лет ну на ваш юбилей например да Эль Шатров Адович мы могли это уж как получится может быть и на 60 что могли бы сказать вот смотрите мы 10 лет назад вот начали пестовать это направление смотрите как мы здесь прорвались я могу сразу ответить на ваш вопрос все зависит от задачи которые решаются значит то что занимается профессор Ясупов с компанией там кстати в его группе работает не только наши биологи но и работают наши физики прежде всего это очень междисциплинарная тема занимается он на самом деле золотым стафилококком или золотистым стафилококком как он называется поэтому и может быть и не имеет смысла все оснащать у себя даже то оборудование которое сегодня мы закупили за последние 5-6 лет с нашей точки зрения не совсем эффективно используется поскольку не всегда хватает задач не всегда хватает людей которые могут эти задачи поставить сами перед собой в том числе поэтому разговор идет о развитии сетевых систем и вот проект профессора Юсупова как раз говорит о том что часть оборудования мы используем то что сегодня не в полном объеме загружено в Курчатовском центре часть оборудования в Страсбурге часть оборудования здесь в том то и интерес если бы все было в одном месте то не было бы никаких интеграционных вещей мы говорим о междисциплинарных темах о создании центров коллективного пользования сегодня не только внутри университета но и масштабе сети всех десяти федеральных университетов мы никогда вот Марат Рашевич неоднократно сегодня говорил о финансовых ресурсах не догоним наших партнеров если будем пытаться все время что-то создавать все с нуля у себя в полном масштабе надо жить по принципу взаимного дополнения что-то есть у нас что-то есть в Южном федеральном университете что-то есть в КАИ что-то будет в КХТИ мы должны научиться создавать совместные проекты и использовать совместно созданные комплексы инфраструктуру друг друга это даст больший результат и поможет нам понять насколько нам востребованы новые закупки оборудования в том числе о том микроскопе о чем вы говорите стоимость всего примерно от 200 до 260 миллионов рублей это только закупочная стоимость нужно еще расходные материалы насколько мы загрузим по простому говоря то есть насколько будет востребовано всеми другими аппарат поэтому мы сегодня ищем партнеров причем мы можем использовать сегодня всю площадку научного центра Рекен они нам все возможности все дали стоимость вопроса там копеечные да более того все это новое дорогостоящее оборудование оно очень быстро морально стареет открытие делается либо на новых идеях либо используя старые объекты исследования но новые технологии исследования используются да либо новый инструментарий поэтому гоняться за всем инструментарием который есть в мире мы эту ошибку уже сделали у нас если обойти институты ряды наши где есть достаточно дорогое оборудование то там есть кому работать понимаете не всегда есть много задач да но вот мы и на совете президента республики говорили о востребованности научных исследований в связи с этим мы вот по инициативе здесь Марат Рашидовича Данис Карловича провели опросы всех крупных компаний что какие проблемы они могли решить по их видению с использованием ресурсов нашего университета то есть мы просто разосали опросник такого характера скажите пожалуйста какие проблемы у вас есть и что бы вы хотели решить с помощью университета мы получили все эти списки дальше мы проводим экспортные заседания с нашими специалистами с университетским дальше будем привлекать специалистов каиках ты и так далее для того чтобы попытаться совместными усилиями ответить на поставленные задачи но все это конечно будет делаться на возмездных условиях бесплатно никто работать не будет поэтому бесплатно даже сегодня сыра в мышеловке нет мы считаем что желание платить говорит о желании востребованности поэтому мы выходим на зарубежные рынки сегодня вот сегодня неоднократно говорили о бюджете 50% бюджета мы сегодня формируем сами да это и гранты и хоздоговора это и платное образование это и дополнительные программы образовательного характера и все это будет соответствовать цене качества вот предыдущие наши встречи и часто задают вопрос вот институт фундаментальной медицины исключает достаточно много людей которые не сдают там спецпредметов в том числе и гистологии большой отсев да большой отсев вы знаете вчера меня проинформировал директор института профессор Киасов Андрей Павлович что большинство иностранных студентов заново поступили в наш университет то есть они должны были учиться на третьем курсе их отчистили они заново поступили на первый курс с учетом того что оплата там достаточно дорогая 5-5,5 тысяч долларов за год очень интересный показатель они выбрали этот вуз исходя из того что дали они же должны работать и чем больше они будут иметь знаний и компетенций тем они более востребованы будут у себя на родине логично ну и вот мы так ожидаем естественным образом подходим к завершающей как говорится к завершающим двум-трем вопросам в сегодняшней нашей программе конечно впервые я слышу это поразительная вещь странно наши коллеги-журналисты за это не ухватились но может быть после нашей программы ухватится что люди которых отчислили два года там или год спустя опять несут свои денежки говорят возьмите меня на первый курс я все-таки хочу хочу потратить свои деньги именно здесь это очень интересный показатель я бы его включил в рейтинговании между прочим вот так вот наполовину шутя наполовину всерьез о тех кто поступает об эпитуриентах о студентах 20 июня стартовала очередная подписная журналистика она все-таки влезает под кожу влезла уже приемная кампания в Казанском федеральном университете и насколько я понимаю по сравнению с прошлым годом количество планируемых приему абитуриентов увеличено на 2000 было 11,3 тысячи по прошлому году если цифры которые мне дали правильные планируются 13,3 в этом году принять то есть плюс 2000 в связи с этим у меня два очень простых вопроса означает ли это количественное увеличение приема что будут пропорционально какие-то вовлечены новые аудиторные емкости там я не знаю места общежития и ставки преподавателей или речь надо вести об интенсификации процесс ну вы знаете может быть надо сказать так что у нас количество преподавательского состава оно зависит от количества студентов да это есть определенные установленные пропорции дело в том что мы в процессе объединения по сути большого количества вузов получили и большой контингент студентов у нас контингент поменялся было более 50 тысяч на сегодняшний день 43 600 может сейчас еще меньше вместе с заочниками да вместе с заочниками там разные как бы пропорции но все равно контингент студентов и контингент преподавателей взаимосвязаны величины соответственно произошли крупные выпуски и соответственно прием если мы хотим сохранить контингент преподавателей либо не так сильно оптимизироваться то он должен увеличиться в то же время мы говорим об увеличении иностранного контингента доведения его до 5 тысяч на сегодняшний день 4200 в разных уровнях подготовки поставлена задача доведения его до 5 тысяч еще по одной причине что это во-первых увеличивает бюджет университета с другой стороны увеличивает его имидж международных рейтинговых агентств да и вообще дает рейтингуемый показатель больше позиций как бы улучшает наше позиционирование в то же время у нас образование не такое дешевое и это говорит о том что когда люди приходят нам и отвечают на наши предложения своими ресурсами либо ресурсами корпорации которые за них платят таких тоже достаточно много у нас студентов это говорит о том что в общем-то то что мы даем сегодня востребуем в противном случае они бы выбрали другие вузы тут есть какие-то пределы вот я сейчас об иностранных студентах говорю вот вы сказали сейчас 4200 будет 5000 если на 5 лет назад мы посмотрим то выяснилось что втрое более чем в 3 раза уже увеличилось количество иностранных студентов 4 раза мы не придем к такой ситуации что в какой-то момент в Казанской февральной университете иностранных студентов будет больше чем россиян и татарстан в том числе во-первых контингент студентов он связан с контрольной цифрой приема вот на бюджетные места там какая-то доля значит с другой стороны сегодня увеличивается и бюджетное финансирование со стороны государства иностранных студентов особенно по университетам которые участвуют в проекте 5 топ 100 со стороны российского государства да российского государства с другой стороны проявляет достаточно большой интерес как сами иностранные студенты так и иностранные компании которые хотят обучать здесь своих студентов в частности и кубинская нефтяная компания вот на днях Марат Рашидович скорее всего поедет в Китай значит там военные компании да военные компании проявляют интерес обучения гражданским специальностям где-то кто-то если служил то переподготовку на гражданские специальности будут вести то есть университет стал привлекательным и вот именно участие в проекте 5 100 его улучшение позиций в международных глобальных рейтингах дает нам такие основания и дает такие показатели и повышает узнаваемость и видимость мировую в нашем университете и потом вы знаете еще очень важно то есть вот самые главные результаты они достигнуты благодаря фокусировке ресурсов вот фокусировка ресурсов на биомедицине на нефти на астро физике вот и на социогуманитарном на учитель 21 века оно позволяет ну скажем занять и пробиваться вот в этих нишах и быть уже то есть лидирующие в какой-то узкой специальности уже в глобальном контексте даже вот маленький пример то что мы продвинулись и вот об этом уже сегодня мы говорили улучшение нашей позиции в археологии понятно что это связано с нашим участием в проектах Сиярска и Булгара в участием в проектах фонда возрождения за что мы им бесконечно благодарны оно и попадание с Булгар список ЮНЕСКО и то что наши специалисты работают сегодня по Сиярску оно способствовало улучшению наших позиций в то же время появился колоссальный интерес вот сейчас разрабатывается Великий Шелковый Путь сейчас в Монголии находятся наши специалисты разрабатывается уже Степной Великий Путь понимаете и наших специалистов стали привлекать к нам приехали археологи из Канады из Соединенных Штатов Америки значит наши специалисты из институтов Российской Академии Наук и формируются очень интересные хорошие группы которые будут работать по тем же принципам по которым мы работали вот по Булгару и Сиярску уже различных странах городах мира которые заинтересованы с изучением своей истории своего прошлого и с попытками включения их в список ЮНЕСКО как объектов культурного наследия вот эти же вещи никто ранее не ожидал мы думали мы будем участвовать в проектах фонда возрождения но что это дальше получит международное признание я уже имею ввиду наших научных исследований и образовательных программ это в принципе ну вот произошло на сегодняшний день и мы об этом уже можем говорить тут можно сказать спасибо отдельно еще одному почетному доктору Казанскому федеральному университету конечно это Матимир Жарит и Чешаймию за то что наш университет был к этим проектам привлечен но здесь взаимновыгодная работа не все так просто однозначно взаимновыгодная работа поскольку мы здесь как вот два шарика поднимали и тот проект и собственные компетенции я имею ввиду наших ученых Александр Аркадьевич Марат Рашидович из того что во первых огромное спасибо за ответы за детальные конкретные ответы но из того что я сейчас услышал в ходе нашей беседы я прихожу к выводу позвольте мне чисто опять-таки по журналистски упрощенно его сформулировать что у Казанского федерального университета несмотря ни на что есть шанс не только попасть в заветные 100 лучших вузов мира пусть даже не в двадцатом а в двадцать первом или двадцать втором году хотя если идти такими же темпами то можно да еще и двадцатому году поспеть но я понимаю теперь что может быть дело даже не столько в этом а сколько в правильности выбранного пути и вот этой вот динамики накопления результатов которые неизбежно раньше или позже дадут свой кумулятивный эффект и количество перейдет в качество да огромное вам спасибо я хочу на всякий случай нашим телезрителям напомнить что это был очередной постпрограмма акцент мы беседовали с ректором Казанского федерального университета Ильшатом Равкадычем Гафурум и проректором по вопросам экономического стратегического развития Маратом Расовичем Софиулиным о ближайших перспективах университета и я надеюсь вы согласитесь уважаемые телезрители перспективы судя по всему вполне хорошие спасибо вам за внимание до новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин